Сегодня мы представляем вам пилинги нового поколения Сизен Схрона для химического ремоделирования кожи. Высокая эффективность пилинга обусловлена сочетанием модифицированной трехлороксусной кислоты в низкой концентрации и комплекса АХ-кислот. Молочные, первиноградные и миндальные с эффективным суммарным PH 1,5. В пилинге Сизен Схрона удачно сочетается кератолитическое действие на роговой слой с выраженным стимулирующим действием на базальные кератиноциты. Пилинги Сизен Схрона оказывают стимулирующее, отбеливающееся, борегулирующее лифтинговое действие. Преимуществами пилинга Сизен Схрона является отсутствие предпилинговой подготовки, возможность интегрировать данный пилинг в любые госпитологические процедуры, отсутствие периода реабилитации, комфортное нанесение, хорошо контролируемые эффекты процедуры, универсальность использования и привлекательная цена. Сегодня мы проведем процедуру химического ремоделирования дерма. И для этого мы будем использовать новый российский химический пилинг Сизен Схрона. У нас с вами пациентка, 35 лет, Екатерина. Как вы видите, кожа чувствительная. На щеках мы видим усиленный сосудистый рисунок. Кожа реагирует на любые раздражители. Чувствительная кожа, купероз, розация являются показаниями к использованию данного пилинга. Потому что за счет использования продукта Сизен Хрона мы укрепляем сосуды и уплотняем дерму. Любая процедура химического пилинга делится на три этапа. Первый этап – это очищение, демакияж. Для демакияжа мы используем любое средство для чувствительной кожи, которая не содержит кислоты и какие-либо местно раздражающие вещества. Потом мы тщательно высушиваем кожу и переходим ко второму этапу – собственно нанесение пилинга. В зависимости от сезона, от чувствительности кожи, в зависимости от той проблемы, которую мы решаем, пилинг может наноситься от одного до трех слоев, затем смывается прохладной водой. Третий этап – это нанесение солнцезащитного средства независимо от сезона. Для очищения мы используем мягкую, нитероглазенькие закрыли, нитеральную пенку, которую мы распределяем по всему лицу. Она обладает очень хорошими сорбирующими свойствами. И потом смываем прохладной водичкой. Убираем остатки пенки. Тщательно смываем очищающее средство, тщательно просушивая кожу, чтобы на коже не оставалось влаги. Это основное условие для использования пилинга, потому что пилинг в том числе и кератолитический. И за счет того, что кожа сухая, мы можем контролировать пенетрацию. Пилинг сезонхрона выпускается в стерильном флаконе объемом 5 мл. Для того, чтобы качественно провести процедуру, нам достаточно 1-2 мл на зону. В данном случае мы будем обрабатывать лицо. Открываем флакончик. Аспирируем пилинг шприцом. Удобнее это делать шприцом на 5 мл. Набираем нужное нам количество. 1 мл. Последовательность нанесения пилинга классическая. Начинаем процедуру с олба. Наносим несколько капель и втираем. Потом мы обрабатываем подбородок, щеки. И в самую последнюю очередь это область глаз и крыльев носа. Просим в течение всей процедуры нашу пациентку не открывать глаза. Наносим несколько капель. И распределяем. Я всегда смотрю, начинаю с зоны олба и смотрю на реакцию. Выжидаю несколько секунд. Вижу, что кожа отреагировала абсолютно спокойно. И далее мы уже проводим полноценную процедуру. Просим пациентку повернуться. Распределяем аккуратно. Какие ощущения? Покалывает. Лёгкое покалывание. И в самую последнюю очередь область над губой и область вокруг глаз. Пилинг очень легко наносится. Комфортно. Массируется. Нету залипания. Массируем до полного впитывания. И в зависимости от поставленных задач и от реакции пациентки. А мы видим, что реакция абсолютно спокойная. Есть такая небольшая сосудистая реакция. Но она вполне контролируемая и ожидаемая. Мы можем нанести второй слой. Второй слой мы будем наносить также в той же последовательности. Лоб. Щечки. И потом уже самая чувствительная область глаз. Время экспозиции пилинга, независимо от слоя, от одной до трех минут. После того, как пилинг впитался, мы смываем его прохладной водой. Горячую воду не используйте, потому что горячая вода будет усиливать пенетрацию и может спровоцировать раздражение. По истечении трех минут мы смываем пилинг. Смываем тщательно. Какие ощущения у нашей пациентки? Все нормально? Горит? Чуть-чуть пожжет. Чуть-чуть пожжет, но после смывания уже становится легче. Спрашиваем пациентку, осталось ли где-либо на лице ощущение жжения, покалывания? Чуть-чуть под глазками. Чуть-чуть под глазками. Так все отлично. Проводим дополнительное смывание. Если мы видим, что у пациентки есть фрост, если мы видим раздражение, то мы можем, и протокол пилинга это не исключает, мы можем использовать нейтрализатор классический бикарбонатом натрия. для того, чтобы обезопасить пациентку. Пациентку в данном случае у нас нет необходимости нейтрализовать пилинг. Спрашиваем пациентку, все ли нормально, все ли спокойно. Да, все хорошо. Снова высушиваем кожу, убираем остатки воды и независимо от сезона наносим солнцезащитный крем. Традиционно процедуру химического пилинга мы завершаем нанесением солнцезащитного средства. В данном случае мы используем профессиональный крем с SPF 50, обладающий помимо солнцезащитного еще и успокаивающий, и восстанавливающий барьерную функцию действия. Небольшое количество равномерно распределяем по всей поверхности кожи. У крема приятный запах. Дает такой приятный легкий холодок и позволяет нашей пациентке чувствовать себя комфортно после пилинга. Нанесение солнцезащитного крема обязательно на протяжении всего курса пилингов, независимо от сезона. В летний период мы с успехом проводим процедуру пилинга сезонхрона. Процедура завершена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...